Добрый вечер, в эфире Вести Карачева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Почему в республике вот уже второй год полноценно не работает противоградовая служба и какие меры предпринимаются по решению данной проблемы? В региональном отделении Общероссийского народного фронта прошло широкое обсуждение проблемы по противодействию природного явления с участием представителей муниципалитетов, Минсельхоза и региональной военизированной службы по противодействию градам. В проблему вникал и Алихан Лепшоков. Карачаева Черкесия считается одним из самых градоопасных регионов. И за прошедшие два года сильные ливни с градом нанесли агропредприятиям республики ущерб на сотни миллионов рублей, отмечают представители ОНФ. Луководитель регионального сполкома Общероссийского народного фронта Людмила Капушева отметила, что сегодняшняя встреча позволит обсудить данную проблему и выработать пути к ее решению. Периодически, каждый год мы видим с вами, что происходят, к сожалению, негативные последствия и крыши, и окна, и в общем-то достаточно большой урон наносится вследствие вот таких негативных все-таки явлений природы. В ходе обсуждения аграрии республики подчеркнули, что Министерство сельского хозяйства Карачаева Черкесии говорит о невозможности выделения дополнительных средств на противоградовые мероприятия и предлагает застраховать урожай. Также был организован аукцион для противоградовой службы на сумму миллион триста тысяч рублей. Мы работаем уже не один год с данной градовой службой и за период работы остаются остатки данных ракет. Мы непосредственно, Министерство сельского хозяйства выделяет средства на закупку, не на содержание, не на какие-то другие расходы. Именно на закупку данных ракет. И за эти ракеты, которые у них в остатке, мы уже, получается, проплатили. Даже если они заключили договор с нами в 2020 году и не заключили договор еще в 2021 году. В свою очередь представители противоградовой службы отмечают, что тех денег, выделяемых Министерство сельхозом для заключения договора, недостаточно. Важно оснастить не только противоградовыми ракетами, но и средствами для обеспечения их запуска. Сами представители военизированной службы предупреждают, что если с ними третий год подряд не будет заключен договор, то службу в регионе закроют. А дальнейшее ее восстановление будет стоить для республики больших денег. В заключении представители ОНФ подчеркнули важность обращения в правительство республики для изыскания средств на дополнительное финансирование противоградовых мероприятий, что позволит решить данную проблему. Алихан Лепшоков, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. В преддверии Дня Победы в Карачаево-Черкесском региональном отделении Всероссийского общества слепых прошел праздничный концерт. Это мероприятие проводится каждый год. Представители Организации общества слепых исполнили песни военных лет. Катюшу, День Победы и другие композиции слушал и наш корреспондент Мураджин Кезов. Каждый год в эти майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит павших за Родину. Но время не властно над памятью людей разных поколений. В этом году, 9 мая, салют прогремит в честь годовщины Дня Победы уже в 76-й раз. Три года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Наступает минута молчания. От героев былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто зеленой и травой. Самые почетные гости праздничного концерта известны в республике, прошедшей всю войну от начала и до конца. Ветеран Великой Отечественной Хамид Канаматов и жительница Черкеска, труженик тыла Зоя Плешкова. Для них звучат песни военных лет. Песня. 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 Это святой день, святой праздник для нас всех, для всех поколений практически. И мы отдаем дань тем людям, благодаря которых мы сейчас живем под мирным небом, все-таки празднуем эти знаменательные дни. Девчонка-медичка спасала от смерти чужих сыновей, известны одной тебе цены бессонных ночей. Девчонка-медичка, ты рано узнала горечь утра. Молодому поколению я, как сторожил, как участник от начала до конца войны, настоятельно прошу, не переступая закон, послушно быть патриотом своей великой Родины. Труд человека – это основа основ. Нам, нашему поколению, досталось. Мы еще были детьми по 12 лет и уже у станка стояли. По окончании концерта участники возложили цветы к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мурат Чуньёзов, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 20 147 человек. Из них 19 917 выздоровели, 135 госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачность и небольшой дождь. Температура ночью плюс 7, а днем плюс 19. В горах небольшой дождь. Температура ночью плюс 7, а днем 19 градусов выше нуля. В Черкесии без осадков температура ночью плюс 8, днем 20 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Завтра на телеканале «Россия» состоится премьера фильма Алексея Денисова «Братья Газдановы. Семеро бессмертных во время Великой Отечественной войны. Осетинские крестьяне Тасоиас Ахмед Газдановы села Дзуарикау проводили на фронт семь сыновей. И ни одному не суждено было вернуться домой. Итак, премьеру фильма смотрите завтра на нашем канале в 11.30. Для карачаевского народа начало этого весеннего месяца знаменуется исторической датой днем возрождения карачаевского народа. О том, как отметили представители карачаево-балкарской общины 3 мая в Санкт-Петербурге, в репортаже Алла Динаевой. В Санкт-Петербурге, это 3 мая, день возрождения карачаевского народа, карачаевцы и балкарцы, живущие в северной столице, решили ознаменовать масштабным спортивным мероприятием. В Санкт-Петербурге, в Михаевском манеже, состоялся международный турнир по дзюдо среди ветеранов спорта. В организации соревнований принимали участие представители карачаево-балкарской общины во главе с биджиевым, с агитом и активисты нашего движения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Агитская община во главе с агитом и биджиевым, которая выступила организатором, учредила и специальный приз соревнований за мужество и волю к победе. В открытии турнира принимали участие представители администрации Санкт-Петербурга, заслуженные спортсмены, представители федерации дзюдо России и генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге. С приветственной речью от нас выступил Батчаев Рамазан. Подобные турниры, думаю, что укрепляют связь поколений и связь между народами России. Рамазан Батчаев в Петербурге проживает с 70-х годов и, как один из старших представителей карачаево-балкарской общины, выступая на открытии турнира, сказал, что учрежденный специальный приз в виде кубка за волю к победе – прекрасная возможность поделиться радостью нашего праздника – Дня возрождения карачаевского народа. Алла Динаева, Санкт-Петербург. В республиканской столице продолжают работу ярмарка деликатесов Тихого океана. Камчатские рыбаки привезли в Карачаево-Черкесию вкусное и полезное настроение. Руслан Карпмазов уже продегустировал дары моря, и вот его рыбный и корный репортаж. Людмила Григорян – не просто приятный человек, не просто эксперт по деликатесам. Она стала символом богатого застолья. Все у нее вкусно и полезно, потому что из Тихого океана. Начнем с икры. Этот шедевр рыбного царства должен соответствовать строгим требованиям качества. Во-первых, она должна быть густой, она не должна быть жидкой. Во-вторых, обязательно нужно пробовать икру. Икра должна быть вкусом отдавать рыбой, чтобы чувствовался вкус рыбки. Она должна быть нежной, чтобы ее придавил, и пленочка у нее лопалась, а не каталась по зубам. И вот в этой упаковочке сколько грамм? Ну, здесь 300 грамм. И это 300 грамм сколько будет? Где-то 1800. Вот 1800 рублей, если дешевле, это уже не икра. Для тех, кто хочет получить удовольствие от рыбы, но при этом чуточку лень ее готовить, Камчатские рыбаки привезли филе киты и горбуши, уже готовые к обеду, ужину и даже завтраку. Только картошечку надо пожарить, да со свежим хлебушком почувствовать радость жизни. Рыбная царица Чавыча возглавила целую полезную делегацию из Камчатки. И вот какие у нас вкусные гости. Помимо Чавыча, конечно, у нас много наименований. И кита, и кижуч, и горбуша. Это все красная икра, красная рыба, это все лососевая рыба. Но есть и северные рыбы, как, например, белорыбеца. Белорыбеца тоже имеет те же свойства, как и Чавыча. Она полезна. Даже у кого большой холестерин, ее не страшно кушать, и она полезна также. Палтус у нас также всегда имеется. Палтус, он считается жирной рыбой. Но для кишечника он очень хорошо перерабатывается и полезный. Так что можно кушать рыбку всю и принимать омега-6 в натуральных, а не в капсулах. Из глубин Тихого океана к нам привезли морскую капусту и селедку. А печень трески обещает наполнить душу радостью и организм витаминами. Всего 20 грамм в день, и ты здоров. Но открыв баночку трески, уже трудно будет остановиться на 20-граммовой дозе. Камчатская рыбная ярмарка работает в Черкесске в доме предпринимателей по улице Горького. Гурманов ждут с 9 до 19 и до вечера воскресенья. Надо поспешить за рыбой икрой. Все это быстро раскупают. Руслан Куркмазов, Роберт Джигутанов. Деликатесные вести. Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Паромщица». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В честь 76-й годовщины Великой Победы Всероссийский телевизионный марафон «Одна на всех». Все регионы большой страны, от Владивостока до Калининграда, города-герои, города воинской славы и трудовой доблести в одном эфире. Прошлое и настоящее. Разные судьбы. Общая история. Праздничный марафон. 8 мая с 6 утра на платформе смотрим.ру и на телеканале «Волгоград-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова